Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Илья Стюхин, архитектор. Здравствуйте! Очень приятно! У вас в социальных сетях есть группа, в которой архитекторы пишут о Рязани с точки зрения современного представления о качественной городской среде. В последней статье как раз сказалось здание Рязань-Сельмаша, которое снесли еще в 2016 году, и вы пишете, что это большая утрата для города. Почему? Здесь очень комплексный вопрос. Дело в том, что наше современное представление о том, как должна выглядеть жилая застройка, они немного отличаются от советских. То есть советский город, что это такое? Это когда человек просыпается в 7 часов утра, в 8 часов он садится на автобус, едет на работу, на заводе он проводит с 9 до 6, в 6 садится на автобус, забирает ребенка, в 7 он уже дома. А сейчас это все уже не совсем так, потому что нам требуется гораздо больше функций и в жилой среде в том числе. Особенно это касается, конечно же, центра города. Но при этом наши спальные районы, они полностью лишены каких-то функций. В Москве проводились исследования на эту тему относительно того, что можно назвать центром, а что можно назвать периферией. И получается, что в центре в радиусе пешеходной доступности человека, радиус пешеходной доступности это где-то 3,5 километра. У него 200 или 300 разных функций. Это магазины, ветеринарная клиника, парикмахерская, все что угодно, какой-то клуб, салон красоты и так далее. И в центре человеку нравится проводить время, и мы там туда постоянно возвращаемся. В спальном районе функций гораздо меньше. Их в районе 5-7 штук в радиусе пешеходной доступности. Это всегда школа, детский сад, продуктовый магазин и может быть что-то еще, там разные варианты. Это может быть пивная, это могут быть какие-то детские кружки и так далее. Больше на периферии ничего нет. Поэтому мы никогда не посещаем спальные районы, а всегда посещаем центр. И Сельмаш – это территория, которая находится в центре города. И когда завод пришел в упадок, то это стало место, которое могло стать драйвером градостроительного развития вообще этой территории. Там должно было появиться очень много разных функций. Но ничего этого не произошло. Там построили 3 или 4 очень больших дома, из которых из сопутствующих функций только магазин на первых этажах и может быть парковка. Соответственно, мы говорим, что это было не совсем правильно. Почему? Понятно, что те здания, которые там находились, сами по себе, их художественная и эстетическая ценность, она достаточно сомнительная. Это просто советские кирпичные заводы. Но мы понимаем, что городская среда, она не берется с пустого места. И в принципе нету вот таких удачных проектов, чтобы люди начали строить в поле, и что-то из этого хорошего получилось. Как бы, чтобы это проиллюстрировать, могу сказать о названиях жилых комплексов. Они у нас придумываются абсолютно случайно, как правило. То есть это могут быть какие-то известные личности, которые никакого отношения не имеют к этому жилому комплексу. Могут быть еще какие-то совершенно случайные выборы названия. И здания никак не привязаны к тому месту, где они, собственно, находятся. А Сильмаш – это было место с богатой историей, и было очень много вариантов, как из него попробовать сделать что-то интересное. То есть не останавливаясь на этом подробно, самый простой вариант – это когда из каких-то оставшихся строений, которые более надежные, из них делается общественное пространство. То есть вокруг все это застраивается жильем. Архитектор смотрит на генплан, понимает, где можно вставить жилой дом, где можно вставить какой-нибудь детский садик, какие-то еще функции. А корпуса заводские, их можно переоборудовать, в принципе, вообще подо все что угодно. Это может быть и торговый центр, и какой-то культурный кластер. То есть там высокие потолки, очень широкая сетка колонн. И это те самые возможности для города, когда там может один год быть одна функция, другой год другая. Потому что сейчас время меняется очень быстро, парикмахерская заоткрылась, там открывается ветеринарная клиника и так далее. И вот этот вот сельмаш, он мог стать вот именно той связью между прошлым и настоящим, которая отвечала бы на запросы людей. Они меняются. То есть мы не можем сказать, что мы построили жилой комплекс, и на этом его развитие остановилось на 100 лет. Этого, к сожалению, не произошло. Другая статья в вашей группе касается ВДНХ или, проще говоря, торгового городка. Вы говорите, что тоже место, обладающее большим потенциалом. Что там может быть? Это колоссально потенциалом. Дело в том, что сама история этого места, она очень поразительная. И когда мы пытались ее как-то сформулировать, мы сформулировали это как место, которого, в принципе, не должно быть. Потому что там в 1955 году было принято решение создать аналог московского ВДНХ вот на этом вот месте рядом с лесопарком. И начали работу в конце августа, закончили в конце октября. А уже в ноябре вышло постановление об архитектурных излишествах, результатом которого стали пятиэтажки. И не могло появиться ничего подобного. Все. То есть, как бы окно возможности было закрыто. И, собственно говоря, то, что это место было как бы не совсем органично туда вписалось, то есть, оно было совершенно там неуместно. Оно не нужно, имело непонятные функции. И вот когда на место ВДНХ приходит именно торговый городок, вот именно со всей этой торговли, это как бы такое отражение этого конфликта территории. И место переживало все этапы развития нашего города. И сейчас оно пребывает в упадке, что, конечно, многое говорит о том, как у нас к нему относятся. Когда я делал презентацию, посвященную ВДНХ в Москве, после нее ко мне подошли достаточно много количества человек. Они сказали, что они были в Рязани. Они посмотрели Кремль, сходили на площадь театральную куда-то еще, они не видели ВДНХ. И они сказали, что Рязань это, ну, в принципе, серый такой город, он ничем не отличается от любого другого города центральной России. И когда они увидели фотографии из торгового городка, сказали, что нет, мы Рязань просто не видели. То есть, почему вы такое место не показываете? Потому что Кремль есть везде, ну, практически в любом старом городе. А таких артефактов по всей стране всего несколько штук. И, в принципе, мы могли бы там это место развивать. Его не застроили. И не застроят. Потому что это сложно, потому что там множество проблем, которые надо решать. Их никогда не сможет решить застройщик вот с таким подходом, как мы говорили про сельмаш. Но в то же время создать там пространство для развития культуры, для создания именно идентичности, которой в Рязани очень сильно не хватает, мы могли бы. Если с практической точки зрения, что там могло бы быть? С моей точки зрения, там бы очень хорошо сели какие-то культурные функции. То есть, может быть, это художественная мастерская, музыкальный салон, какие-то сопутствующие вещи. Кружки для детей, магазины сувениров, производство этих сувениров. Там достаточно большая мобильность, потому что павильонов много, они не зависят друг от друга. Там может открыться что-то одно интересное, к нему подтянутся сопутствующие функции, и место получит свое развитие. Но это не быстрый процесс, и, конечно же, это не та проблема, которую можно просто залить деньгами, ни о чем не думая. В большинстве своем статьи в вашей группе касаются именно туристической привлекательности города. Почему такая тема выбрана? О ней говорить проще, потому что создание комфортной городской среды – это такая достаточно трудновоспринимаемая вещь. То есть, вот когда люди живут в своем доме, и они не видят ничего такого, что происходит вообще с жилой застройкой, не то чтобы в мире, но вообще в России. У нас есть совершенно потрясающие примеры интересной, качественной городской среды в других городах, но в Рязани таких примеров, по сути дела, нет. И очень трудно объяснить людям, что они живут не то чтобы неправильно, но недостаточно хорошо, хуже, чем могли бы с тем уровнем зарплаты, образования и того, что у них сейчас есть. А с точки зрения туризма это очень просто объяснить, потому что туристы просто не едут в города, которые некачественные. И люди, которые приезжают в город, который как бы себя разрекламировал, но не создал комфортных условий. А комфортные условия – это не только то, чтобы какой-то провести фестиваль или какое-то однократное событие. Это гостиница. Из гостиницы надо добраться до другого места. Это делается либо пешком, либо общественным транспортом. Общественный транспорт у нас плохой, и городская среда тоже плохая. То есть, грубо говоря, если ты живешь не в центре города, то в дождь для тебя проблема пойти в магазин, потому что грязь с газонов течет, вот эта вот машина, которая все здесь, собственно говоря, заставлена. Люди просто не будут пользоваться таким городом. У жителей нет выбора. Они здесь живут, и любое положительное событие, которое происходит, они на него реагируют, потому что другого просто выбора у них нет. А у туристов есть выбор, и поэтому это очень важный индикатор. Если город комфортен для туристов, то и горожанам тут будет тоже комфортнее находиться. Другая важная тема в ваших статьях – это благоустройство парковых зон. Вы тоже говорите, что с этим есть проблемы. Какие? Ну, в принципе, те же самые. Отсутствие необходимых компетенций. Надо понимать, что нельзя требовать от города, чтобы он просто 20 лет не занимаясь благоустройством, именно на уровне качественных идей. То есть, благоустройство у нас что? Было асфальтирование, поселить газон, вот что-то такое. Но чтобы с нуля создать парк, приходится это делать с нуля, потому что советского уже ничего не осталось, и, в принципе, тогда тоже подходы были немного другие. Этих компетенций у нас нет. И они не импортируются в наш город, то есть мы пытаемся как-то своими силами это сделать, не оглядываясь вообще ни на какой опыт. И поэтому у нас получается плохо, потому что просто те требования, которые люди сейчас предъявляют к паркам, они растут. И город не может на них, к сожалению, ответить. И в этом направлении надо работать. Как в идеале должен выглядеть такой хороший, благоустроенный для жителей парк? Там просто должно быть комфортно находиться. То есть, это как элементарное удовлетворение бытовых потребностей, как туалет и еда. То, чего, в принципе, в наших парках сейчас нет. То есть, мы понимаем, что вот лесопарки, где это немножечко появилось, там сразу невероятный аншлаг, потому что для людей это уже открытие. Там должна быть какая-то культурная программа. Парк должен быть узнаваемый. У него должны быть какие-то интересные вещи, которые произрастают именно из истории этого места. Или из каких-то особенностей поведения людей, которые туда приходят. То есть, парк, он должен быть отражением культуры. Он должен учить людей культуре. Должен учить их взаимодействовать друг с другом. Я могу на примере детской площадки. Потому что это такая очень распространенная вещь. Она, в принципе, известна всем. И сейчас мы воспринимаем детскую площадку как место, где можно оставить ребенка на какое-то количество времени. А родители тихонько посидят в сторонке, пообщаются и не будут никак мешать собственной игре ребенка. Но сейчас требования другие. И мы очень много усилий тратим на то, чтобы наши дети были умные, креативные, современные. Чтобы они не реагировали на вызовы времени, были успешными. И в образовании, и в будущем в работе. А детская площадка – это то, что закладывает эти основы. Современная детская площадка должна стимулировать детей к игре. Они должны сами придумать эти сценарии. У них должны быть разнообразные способы взаимодействия друг с другом. Они должны совместно решать какие-то задачи. Приведу пример Казани. В детской площадке, которая сделана рядом с озером Кабан, там очень интересная структура. То есть там есть некоторые насосы, которые накачивают воду. Она проходит по определенному лабиринту. И там есть некоторые приспособления, которые помогают задействовать какие-то механизмы, которые там есть. То есть, допустим, это что-то вроде мельницы, какие-то ручные затворы. И для того, чтобы вода прошла весь этот долгий путь, и в конце там закрутилось какое-то колесо мельницы, необходимо, чтобы около 10 или 12 детей договорились выполнить какое-то совместное действие. Это сразу учат их одновременно ставить задачи, достигать ее, договариваться друг с другом, как-то мотивировать и так далее. Но мы понимаем, что площадка с двухметровой горочкой эту функцию, к сожалению, не выполняет. И это можно экстраполировать и на всю парковую среду. То есть, что человек получает от посещения парка. Каких вообще проектов в городе у нас не хватает? Ну, это очень сложный вопрос. Хочется сказать, просто качественных. Это касается всего. То есть, опять же, мы можем поговорить о жилой застройке. Вот есть у нас центр города, а есть у нас спальные микрорайоны. Вот, например, если человек живет в центре, он, скорее всего, никогда не бывает ни в Дашках и в новом районе ДПР, ни в районе вроде Нового Семчина. Почему? А там нечего делать. И, собственно говоря, это то, что станет очень большой проблемой для города в будущем. Потому что эти люди не имеют даже минимальной какой-то городской среды. Не говоря о том, что она должна быть какой-то комфортной. Этого нет. Соответственно, возникает маятниковая миграция. За получением любых функций люди ездят в центры города. Это повышает нагрузку на транспортную сеть. Как на автомобильный, так и на общественный транспорт. Для того, чтобы это изменить, нужен качественный подход именно к городу, еще на уровне генплана. Мы должны понимать, что людям нужно чуть больше, чем просто оставить ребенка в детском саду, в школе, а самому пойти куда. А неизвестно куда, потому что ходить там, в принципе, некуда. И для того, чтобы у нас появились какие-то качественные проекты, нужно учитывать потребности людей. Нужно понимать, что жилье не может быть просто жильем. Там должны быть какие-то сопутствующие функции. Но архитектор не может проектировать сопутствующие функции, потому что он не является ни девелопером. Он не знает, что купаться, он не знает, что востребовано. То есть архитекторы девелопера должны создать условия для того, чтобы в этом месте появились какие-то вещи, какая-то инициатива людей появилась. То есть, чтобы предпринимательская активность могла развиваться. Собственно говоря, тоже, опять же, выбор офиса, выбор какой-то свободной площадки для того, чтобы создать какое-то креативное производство. Ничего этого нет. И, собственно, это зависит и от качества проектов, которые у нас есть. Если говорить о городской среде, то сейчас у нас совершенно точечный подход, когда мы берем один, два, три парка. Их пытаемся как-то привести в порядок, а связи между ними не возникают. Люди приезжают в парк на машине, вот опять же в лесопарк. На входе мы увидим огромную парковку. Почему? Потому что людям некомфортно туда добираться пешком. И об этом не думает архитектор, который это проектировал. А если и думал, то его не услышали. И как бы качественный проект – это вот все вместе. Давайте попробуем закончить на какой-то позитивной ноте. У Рязани есть потенциал? Ну, конечно. Я абсолютно уверен, что у нас этот потенциал рано или поздно будет реализован. Просто потому, что мы рядом с Москвой. И многие наши люди, они ездят туда, они видят, что там происходит. И они могут двумя способами отреагировать на это. Они могут либо просто переехать в Москву, либо сформировать этот запрос здесь. И, кроме того, у нас, в принципе, в городе, наверное, есть потребность стороны власти тоже к тому, чтобы нравиться людям. А лучший способ понравиться людям – это именно общественное пространство. Потому что человек там проводит очень много времени, гораздо больше, чем раньше. Мы думаем, что человек приехал домой, сел смотреть телевизор, это совсем не так. Люди хотят выходить на улицу, люди хотят проводить там время с друзьями, как-то общаться, встречаться и так далее. Для того, чтобы, как бы, если это появится, то это просто поднимет наш город на совершенно новый уровень. А самое главное, что для этого вообще не нужно много всего. И даже денег много не нужно. Нужны просто компетенции, а их не хватает. Вот и все. Илья, спасибо, что стали сегодня нашим гостем ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.